Константин Федорович К вам обращается член КПРФ и депутат Совета депутатов Сарапульского района Удмуртии, Эльгиз Айдынович Гаджиев. Ваши последние заявления, относительно урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, заставляют меня обратиться к вам с открытым письмом и поделиться своим видением сложившейся ситуации. В настоящее время, Россия находится перед большими вызовами, которые требуют эффективности мер по формированию российской гражданской идентичности и гражданского единства. Воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций российских народов. Этнокультурное многообразие российского государства, очень четко проявляется в Удмуртии, где проживают представители многих наций и народов. Именно умение находить общий язык, между представителями людей разных национальностей, является залогом укрепления единства российской нации и противодействия экстремизму. Как гражданин России и общественный деятель, я склонен к мнению, что все представители российской государственной власти, в своих высказываниях и действиях, должны придерживаться официальной позиции. Тем более, вы, являетесь заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Российская Федерация, является одной из стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, наделенной международным мандатом, на осуществление посреднической миссии, по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. Несмотря на трудности переговорного процесса, Россия заинтересована в достижении мира и стабильности в сопредельном регионе. На протяжении многих лет, мы являемся свидетелями, содействия российской дипломатии по активизации переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского карабахского конфликта. В свете выше приведенного, озвучиваемая вами позиция, которая перекликается с армянской стороной, идет в противоречие с национальными интересами России. Что вызывает заметное раздражение у азербайджанской стороны, и затрагивает чувства азербайджанцев, проживающих в России. Помимо этого, у меня, как российского коммуниста, вызывает недоумение ваша позиция, относительно Горигина Тера-Рутюняна, известного как Горигин Нжде. Как известно, Нжде был арестован в сентябре 1944 года в Болгарии, и выдан советской военной контрразведке СМЕРШ, как вербовщик диверсантов-террористов, для спецслужб нацистской Германии из числа этнических армян, проживавших в этой стране. Нжде принимал активное участие в создании армянского легиона, воевавшего против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было, кто погибает за Германию, тот погибает за Армению.